Я всю жизнь мечтал оказаться в Бурятии, сходу заявил Дмитрий Дибров, и сегодня его мечта сбылась. Известный телеведущий провел пресс-конференцию, на которой назвал себя Рерихнутым, рассказал о своем отношении к культуре и честно ответил, почему принял приглашение поучаствовать в таком необычном арт-проекте. Я все-таки подумал, это высокая честь, второй раз не позовут. Потому что в Бурятии оказаться, ну это мечта, и знаете, она может и так и не осуществиться. Крайне важно, чтобы человек, живущий в Бурятии, не чувствовал бы себя, как бы сказать, в культурной провинции. Провинция – понятие не географическое, целиком и полностью оно ментальное. И благодаря вот таким подвижникам бурятский интеллектуал получает сферу обитания. Можно ли говорить о современном молодом искусстве в Бурятии? На этот вопрос попытались ответить организаторы эпатажной неординарной выставки «Один день из жизни». Это первый арт-проект такого рода в нашей республике. Главная его цель – привлечь талантливую молодежь. Если этого не сделаем мы сейчас, то этого никто не сделает. И ситуация складывается катастрофически, можно сказать, с каждым годом. Мы пользуемся всеми благами современной культуры, но мы не умеем ее сами создавать. Потому что, чтобы создавать что-то, относящееся к современной культуре, нужно владеть языком этой культуры. А никто этот язык не изучает. В арт-проекте принимает участие 15 конкурсантов не только из Бурятии, но и из Забайкальского края. Сегодня в одном из торговых центров Улан-Удэ состоялось официальное открытие выставки, на которой молодые таланты представили на суд жюри свои работы. Среди них фотографии, живопись, архитектурные экспонаты и дизайн проекта. Моя работа представляет собой сборную конструкцию из торсырья. Она принадлежит тематике в связи с экологической ситуацией в нашем мире. Я решила сделать оленя. Особенно считая, что у нас в Бурятии очень много выбрасывают отходов в Байкал. И в связи с этим я сделала такую скульптуру. Организаторы арт-проекта планируют сделать его аналогом венецианского биеннале и создать в республике площадку для самовыражения молодых и неординарных талантов. Что касается Дмитрия Диброва, он приехал в Бурятию на три дня. По словам телеведущего, в первую очередь он посетит Датсан, прогуляется по центру города и обязательно поклонится Байкалу. Наталья Домбаева, Алексей Ионов. Первая альтернативная.